Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена одному из самых часто изменяемых налогов, во всяком случае в этом году, то есть мы поговорим про ДФЛ. И на титульном листе вы видите наши контакты, то есть наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-контакты и, соответственно, адрес нашего сайта. Если по какой-то причине вам неудобным оказалось время проведения, или вы, например, не смогли досмотреть до конца наш вебинар, то мы выкладываем записи немного позже на сайте, и вы можете посмотреть их в удобное для вас время на диване, в тапочках, и, соответственно, возможно, какие-то другие материалы вас заинтересуют. Мы будем очень благодарны вам за обратную связь, если вы будете задавать какие-то вопросы. Может быть, у вас возникнут вопросы по теме нашего вебинара или какие-то уже индивидуальные вопросы по любым поводам. Приглашаем вас задавать их. Мы будем благодарны вам за обратную связь и постараемся ответить максимально быстро и подробно. То есть, естественно, мы в этом случае будем уже не лимитированы по времени и сможем ответить вам и более предметно, и более подробно, скажем так. Как будет наша сегодняшняя встреча построена? Про нормативные материалы мы будем с вами говорить, смотря слайдики, потому что здесь у меня есть возможность разместить информацию про нормативные документы, чтобы вы посмотрели, чем подтверждены те или иные слова. И будем переключаться на демо-версию. Вот таким образом мы с вами будем смотреть демо-базу. И, соответственно, здесь уже будем, так сказать, ручками трогать то, о чем поговорили в теоретическом аспекте. Значит, возвращаемся снова к нашим демо, к нашим слайдикам. И так у нас с вами на сегодня программа запланирована достаточно обширная. В конце занятия я постараюсь ответить на ваши вопросы, если они у вас возникнут. Пишите в чат. И, соответственно, если вопросы требуют более глубокой проработки, то я смогу ответить на них уже после вебинара. Но постараюсь делать это как можно быстрее. Значит, ну, естественно, первое – это законодательные изменения. Их не так сильно много, но в преддверии налоговой реформы, которая у нас уже анонсирована, и уже много достаточно информационных материалов размещают юридические сайты, то, естественно, мы тоже не отстаем от жизни и стараемся осветить эти вопросы как можно более подробно. Ну, естественно, при законодательных изменениях у нас изменяются и ставки, и методика расчета. То есть мы об этом тоже поговорим. Значит, и есть одна тонкость, то есть как, допустим, настраивать льготные тарифы, значит, как отражать больничные листы. И, как вы знаете, договорники у нас в этом году имеют право на оплату больничного листа. И, собственно говоря, мы будем говорить и про настройки, которые надо проверить и создать новые, например. И то, что нам надо подготовиться к следующему году, то есть соблаговременно создать учетные политики бухгалтерского и налогового учета. И, собственно говоря, мы поговорим еще про требования налоговых органов, которые теперь предъявляют налоговики. И именно касательно и НДФЛ, и некоторых других отчетов, которые сдаются, то есть ЕФС-1. Ну, если успеем, затронем дополнительные сервисы и расчеты. Итак, начнем немножко с той информации, чтобы восстановить, скажем так, свяжить ее в памяти. Теоретическая информация какая? То есть у нас изменения в налоговый кодекс были внесены еще в прошлом году, ФСБ 539, достаточно нашумевший. И за первый квартал мы с вами сдавали уже новую форму отчетности, которую утвердили письмом налоговые органы от 4 декабря. То есть на самом деле налоговых изменений достаточно много, не только касательно НДФЛ. Но в отношении НДФЛ у нас, во-первых, как я уже сказала, новый бланк отчетности, который мы сдавали за первый квартал. И, во-первых, внесены изменения по учету НДФЛ с дивидендов. Во-вторых, по дистанционным работникам у нас также были изменения. Следующий такой вопрос достаточно проблематичный. Почему? То есть были изменены пределы необлагаемых сумм с 2024 года. То есть эти суммы приводились в соответствие законодательства и очередная, так сказать, лазеечка, как можно было сэкономить на взносах, ну, скажем так, была перекрыта. И были приняты новые коды доходов. Новые коды у нас указываются достаточно много где. Мы про это тоже поговорим в ходе нашей встречи. Ну и, естественно, нельзя не отметить новую форму. Но поскольку она применяется уже с первого квартала, то есть мы уже ее успели разобрать и привыкнуть к ней. Много времени мы не будем этому вопросу уделять. Напомню, сейчас у нас идет отчетность, то есть до 25 числа, то есть осталось целых два дня. Мы должны сдать отчетность за 9 месяцев, то есть 6 НДФЛ. И, соответственно, к сожалению, несмотря на то, что мы уже 2,5 квартала сдаем по новой форме, вопросы к этой форме и к заполнению еще остаются. И, естественно, мы сегодня постараемся как можно потробнее в этом разобраться. А почему я говорила, что пределы необлагаемых сумм у нас достаточно такой неоднозначный вопрос? Потому что раньше у нас, допустим, дистанционные работники, работники, которые имели разъездной характер работы, работники, которые направлялись в командировку, например, в районах Крайнего Севера, им могли начисляться суточные по местным локальным актам, то есть утвержденные, например, положением о поплате труда, какими-то дополнительными приказами или нормативными документами, принятыми в организации. И начисления были достаточно высокие. Вот, исходя из судебной практики, порядка 46% при высокой оплате приходилось именно на вот такие сверхнормативные взносы. Не взносы, а выплаты. Сейчас у нас приравненные, собственно говоря, суточные вы можете начислять, как и начисляли, но не облагаются НДФЛ, только суточные в определенных пределах, то есть 700 рублей по территории Российской Федерации и 2500 рублей при заграничных командировках. То есть, соответственно, сразу упал интерес к таким начислениям. Еще немножко нормативных материалов, то есть форма 6 НДФЛ у нас изменилась, и сейчас уже утвердены новые контрольные соотношения. То есть, видимо, если вы где-то встречали аббревиатуру КС, то это именно это имеется в виду. Эти соотношения зафиксированы в приказе налоговых служб, приказ от февраля месяца, и, естественно, еще внутренняя переписка налоговых органов. Вот вы видите на экране ссылочки на нормативные документы. И в этих же документах у нас установлены действия налоговых инспекторов, если вдруг они в этих показателях нашли несоответствие с вашей отчетностью. Естественно, в письмах идет отсылка к налоговому кодексу, то есть налоговики стараются всяко подчеркнуть, что они действуют в рамках закона, и, соответственно, их позиция обоснована, и вы должны стоять бояться. То есть, вы должны уделять особое внимание именно контрольным соотношениям. На самом деле, контрольные соотношения будут проверяться, это уже делается регулярно, но если они обнаружили расхождение с контрольными соотношениями в вашей отчетности, то в этом случае чем это вам грозит? То есть, в этом случае ваша отчетность будет считаться предоставленной, но не в том периоде, когда вы ее подали, а когда наступит одна из более поздних дат. То есть, либо налоговые органы выдадут вам решение по результатам камеральной проверки, то есть, соответственно, они должны сначала назначить камеральную проверку, провести, и потом уже выдать результат камеральной проверки, и что они нашли в связи с этой проверкой. Либо, если в течение 10 дней со дня установленного срока окончания проверки, то есть, если, например, проверка затянулась по какой-то причине, то в течение 10 дней со дня окончания, то есть тогда, когда она должна была закончиться, проходит 10 дней, и вот в этом случае ваша отчетность считается принятым. Либо со дня, который следует за днем завершения камеральной проверки, если при ее проведении не нашли никаких, соответственно, отклонений, нарушений законодательства и так далее. То есть, дата принятия вашей отчетности будет указана уже другая, не тогда, когда вы ее отправляли. Еще один момент – это какие изменения были приняты. Как мы уже с вами говорили в начале несколько слов, так сказать, у нас первое, что изменились, изменился НДФЛ из дивидендов. Что в этом случае изменилось? Значит, соответственно, у нас размер НДФЛ зависит от общей налоговой базы. И, соответственно, ставка НДС при этом варьируется, то есть, может быть, 13%, может быть, 15%. И в этом случае у нас при выплате дивидендов суммы исключены из налоговой базы. И этот момент, обратите внимание, актуален до появления разъяснений контролирующих органов. У нас с вами при работе с конфигурацией дивиденды рассчитываются в документе с одноименным названием, то есть документ дивиденды и расчет НДФЛ в этом случае берется с базы дивидендов по соответствующей ставке. И, естественно, при этом не учитываются стандартные вычеты. Но здесь нужно помнить, что нужно отслеживать внимательно появление разъяснений от контролирующих органов. И в этом случае, как только они появляются, то может этот измениться расчет. Следующий пункт – это поддержка налогообложения для дистанционных работников. То есть дистанционные работники у нас нормативными актами в 2024 году приравнены к стационарным работникам. И, собственно говоря, в этом случае у нас только в документе прием на работу появилась галочка «Работает дистанционно». Мы с вами сейчас переключимся на ДЭМ-базу и посмотрим. Значит, раздел «Кадры», «Документы приема и перевода увольнения». Допустим, вот мы создаем новый документ, прием на работу. И когда мы заполняем, соответственно, здесь все сведения, которые требуются, у нас указывается вид занятости, то есть основное место работы, совместительство и дополнительные сведения. И, соответственно, мы, допустим, сейчас вот так вот сделаем. Организация пусть будет вот эта, сотрудник пусть будет. Иванов. Это все, что мне нужно. Вот мы его принимаем. А, наверное, он сейчас будет ругаться, что у меня уже за человек принят другие организации. А вот, ну, на самом деле, я его принимаю, заполняю, как мы с вами, в общем-то, привыкли, сведения про его оплаты и трудовой договор. И в этом случае у нас появляется отметка, что дистанционным работником является данный сотрудник. Сейчас снова переключимся на слайдик нашим. И в этом случае у нас еще вводятся новые коды. То есть пределы облагаемых сумм с 2024 года, это у нас 700 рублей и 2500 рублей, как я уже говорила. И для доходов, для определенных видов доходов с 2024 года введены новые коды. То есть 2017 – это суточное и полевое довольствие работникам, которые имеют разъездной характер работы. Или 2018 – это доходы, которые получены в виде возмещенных расходов дистанционного работника. То есть установлены нормативы, что для дистанционных работников, например, затраты на организацию рабочего места, там компьютер, например, составляют 35 тысяч. И в этих новых видах доходов мы настраиваем два вида начисления. То есть в пределах норм, то есть те же 35 тысяч не облагаются НДФЛ, а все, что сверху, это будет уже никто не запрещает. Вы можете принимать это к учету, но будет уже облагаться и НДФЛ, и взносами. И новая форма, то есть это мы с вами говорим про изменения, которые были наиболее, может быть, так значимыми или резонансными в этом году. Это новая форма, конечно, 6 НДФЛ, которая с первого квартала применяется. И вот здесь нужно акцентировать ваше внимание, что на титульном листе дата должна была быть проставлена, дата самого отчета должна быть проставлена больше, либо равна дате выплаты зарплаты. То есть дата выплаты зарплаты у нас с вами оговорена в положении об оплате труда, и, соответственно, мы не могли задавать отчетность раньше, чем мы выплатили зарплату. То есть это у нас оговорено уже на законодательном уровне. Ну и еще немножко теоретической, скажем так, информации. Это вот такая. То есть когда мы посоздавали отчетность за первый квартал, то мы использовали новый бланк. И, соответственно, прилагали справки о... Мы обычно прилагаем к отчетности справки о доходах. То есть мы с вами, когда готовили эту отчетность за первый квартал, уже за второй и за третий. То есть мы заполняли титульные листы, раздел первый и раздел второй. Справки о доходах и сумму НДФЛ за кварталы мы не включали. Мы только прилагаем к годовой отчетности такие данные. То есть к годовой отчетности мы должны с вами приложить и справки о доходах и суммах НДФЛ, начисленных по персоналу. И, соответственно, указываем период справки о 6 НДФЛ за первый квартал. Мы 21, допустим, указывали. И второй момент. Хочу еще раз обратить ваше внимание, что мы, если предприятие имеет обособленное подразделение, заполняем отдельно подразделение и головную организацию. И по каждому КБК, соответственно, заполняем отдельный раздел. Теперь вот такой слайдик хочу вам показать. Это слайдик, который иллюстрирует именно то, что мы с вами говорили про тату. То есть вот вы видите титульный лист нашего расчета. И вот здесь у нас дата указывается подготовки сдачи отчетности. И в нашем случае дата подписи, которую мы указываем на второй страничке, должна быть больше либо равна дате выплаты зарплаты. То есть обратите на это внимание. И, соответственно, если вдруг у вас приходит требование от налоговиков уточнить декларацию, то имейте в виду, что может быть вот именно этот момент послужил для определения такого требования. Напомню, что это мы используем новую декларацию. И вот дается ссылка на то, каким документом регулируется этот момент, этот способ. И новые ставки, которые мы уже в новой декларации за первый квартал составляли, указываются вот, соответственно, КБК по 15% и КБК по 13%. Мы указываем на титульный лист, раздел 1, раздел 2. То есть указываем раздельно. Ну, то, что мы теперь сдаем по МДФЛ, два уведомления. Первое за период с первого по 22 числу. И второе уведомление мы сдаем с 23 по конец периода. Мы сдаем не позднее 5 числа, платим налог, не позднее 3 числа сдаем уведомления. Ну, исключение у нас составляет декабрь, когда мы, соответственно, в другие сроки платим налоги и подаем уведомления. Ну, до декабря у нас осталось уже с вами немного времени. То есть, соответственно, в этом случае платить налог мы должны будем не позднее последнего рабочего дня. И в этом году это у нас 28 число, то есть 28 декабря, последний рабочий день. Что еще можно сказать по поводу МДФЛ-изменений в этом году? То есть мы с вами расчет делаем. То есть у нас тоже уже этот как бы алгоритм достаточно изученный. То есть мы начисляем за первую половину месяца. Сейчас мы переключимся на меню зарплата. И начисление за первую половину месяца. Мы делаем начисление. Допустим, вот все начисления. Вот у нас здесь. Это общий журнал наших документов. И вот у нас здесь есть возможность начислять документы за первую половину. То есть мы создаем начисление зарплаты за первую половину месяца. и, соответственно, получаем, вот мы посмотрим уже по готовому, например, вот начисление зарплаты и взноса. Здесь у нас стандартный штатный документ, то есть тот, к которому мы уже привыкли. И начисляются сразу и все оклады, доплаты, ну то есть показываются оклады. И вот здесь, вот в этой линейке цифры у нас указываются взносы. И на закладочке взносы мы сейчас немножко подробнее остановимся. Специально открыла закладку начисления. То есть у меня начисление, ну сразу, чтобы всех напугать, указано большие для того, чтобы можно было показать, какая возникает ситуация со взносами. То есть у нас установлены предельные нормы, предельные суммы начислений. В этом году у нас, значит, предельная сумма составляет 2250 рублей. И, значит, как только у нас начисления достигают установленного минимума, то есть у нас база разделяется на то, что облагается по обычному тарифу и сверх предела. Значит, у нас в этом году действуют, ну, так сказать, меры поддержки, которые используются для малого предпринимательства, то есть организации, которые входят в МСП, то есть малый и средний бизнес. То есть в реестр МСП, то есть если ваша организация в реестре поименована, то вы можете применять льготный тариф. Льготный тариф составляет 30% с МРОД. При этом мы берем федеральный МРОД 19242. У нас облагается по ставке 30%. А все, что свыше МРОД, облагается по ставке 15,1%. Но если вы достигаете предельной величины, превышает уже начисление эту сумму, то со всех взносов, независимо МРОД или не МРОД, берется пониженный тариф 15%. И вот с этим было достаточно много вопросов, потому что была достаточно интересная ситуация. То есть тарифы у нас устанавливаются законодательно, и, соответственно, при обновлении конфигурации загружаются сведения об обновлениях, об изменениях законодательно установленных показателей и так далее. Если вы относитесь к организациям малого и среднего предпринимательства, то в этом случае вы можете использовать тариф для субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть это льготное налогообложение, про которое я только что говорила. Но в прошлом году этот тариф действовал по-другому. То есть в прошлом году он был введен 23-го года, и в 23-м году тариф выглядел таким образом. То есть начисления до превышения составляли 15%, после превышения не облагались вообще взносами. А в этом году начисление изменилось. То есть уже у нас именно взносы выглядят по-другому. Ну, мы на самом деле, если вот смотрим начисления, я сделала начисление за июль. За июль у меня еще нет превышения. У меня только до этого. А вот сейчас я, например, смотрю август. Вот я еще делала повышение. Вот, допустим, смотрим сентябрь. Это я уже сделала большие начисления, чтобы показать, каким образом превышение рассчитывается. Мы с вами идем в взносы. И здесь уже вот мы видим другую картинку. То есть Олег Владимирович у меня уже имеет превышение. И выглядит вот таким образом его расчеты. Я могу, например, перечитать взносы, проверить себя, то есть правильно, неправильно. И получаю вот такую картинку. То есть у меня получается, что предыдущие начисления идут со знаком минус, то есть торнируются. А те, которые заданы уже в сентябре, вот таким образом. То есть в принципе у меня ничего не должно торнироваться. Ни за август, ни за сентябрь. Но вот у меня неправильно считаются страховые взносы. Мы, значит, в этом случае с вами должны зайти и обновить тариф. Значит, зарплата и раздел зарплаты, зарплата и начисления зарплаты. И мы можем здесь проверить. То есть у нас тарифы с вами указаны в первоначальных настройках раздела НСАИ и администрирование и меню зарплаты. То есть там, где задаются наши нормативные показатели. Настройка состава и начисления. Мы проверяем, что у нас отметки все стоят такие, как надо. То есть, соответственно, отпуска. Все отметки у нас проставлены. То есть здесь мы ничего не изменяли. И, соответственно, у нас тарифы должны быть обновлены. Но эта ошибка, на такую ошибку указывали для ЗУПа. То есть писали, жалобы писали пользователи, что обнаружена ошибка в виде того, что неправильно считаются тарифы. В ЗУПе эта ошибка достаточно оперативно. Ее исправили. А вот тарифы, которые остались в ERP... Так, сейчас не могу закрыть. Мешается наше окошечко. Вот так. Сейчас мы выйдем. И вернем обратно. То есть... Вот. Значит, соответственно, использовались... Использовался другой механизм. Не изменялся общий релиз конфигурации. Не изменялся... Как бы показатели. Надо было просто закачать новые законодательные значения В конфигурации зарплаты управления персоналом ЗУП есть отдельный пункт изменения законодательных значений. В ERP тоже есть такой пункт. Но это нужно немножко по-другому активировать. То есть мы можем через функции технического специалиста зайти и в тарифы страховых взносов. Тарифы. Но поскольку не у всех есть возможность это использовать. То есть вот у нас тарифы страховых взносов. И здесь у нас есть с вами для субъектов малого и среднего предпринимательства. Сейчас найдем. Вот. Тариф для субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть, соответственно, у нас идет код. Это 20-й. То есть обычно у нас применяется 0,1-й код тарифа. Если мы посмотрим вот этот тариф, то у нас есть вот такая возможность посмотреть, когда и как он изменялся. Мы по вот этой ссылочке проверяем, что у нас здесь содержится. И, соответственно, вот у нас содержится первоначально действовавший тариф, то есть еще который действовал до слияния фондов, то есть слияния пенсионного и соцстраха. И который действовал на момент, когда уже слияние произошло. То есть вот у нас этот тариф, который был и сумм до достижения предела, и сумм превышения. То есть вот такой тип необходимо было установить. То есть на данный момент льгота состоит в том, что здесь у нас по 30% облагалась сумма только 19,242. Вся сумма, которая шла сверху, у нас облагалась по 15%. И сумм превышения у нас уже шло. Но все в общей массе, скажем так, тоже 15%. То есть для того, чтобы корректно рассчитывались взносы с сумм превышения, нужно было зайти вот в этот раздел и проверить, так ли настроен тариф. И если он был настроен не таким образом, то требовалось загрузить отдельно только законодательные значения. То есть вот с этим было достаточно много вопросов. Значит, сейчас мы с вами снова вернемся на наши слайдики. И мы с вами начали говорить про то, что у нас начисление зарплаты и взносов за первую половину месяца делается документом, который мы с вами добываем, скажем так, через зарплаты все начисления. А уже вот этим документом, то есть вот у меня все начисления, вот я взяла начисление зарплаты за первую половину месяца. А вот уже итоговый документ, когда мы с вами делаем начисление зарплаты за вторую половину месяца, у нас с вами идет уже вот здесь, в этом, ой, не настройки, справочники, а зарплаты износы. И как вы видите, здесь у меня уже нету первой половины месяца. У меня уже идет итоговое начисление заработной платы за целый месяц. То есть вот, например, я беру за целый месяц. И здесь мы уже можем итоговую сумму посмотреть. То есть это то, что я пересчитаю взносы, задала за первую половину. И, естественно, отражаются начисления, которые уже за целый период мы имеем. И в этом случае просто напоминаю, что у нас в разных разделах начисляются разные периоды. еще нужно сказать вот про что. То есть вопрос про отпуска возникал регулярно. Возникал, значит, в связи с тем, что у нас по действующим нормативам отпуск предоставляется не более чем за два года. Ну, например, у многих руководителей, собственников, которые были должностными лицами и числились в разных юридических лицах своего холдинга, допустим, отпусков накопилось достаточно много. То есть то, что человеку предоставлялся отпуск, кадровики не оформляли. И регулярно вставал вопрос, а что делать с тем, что не включили в расчет. То есть это мы простим или как. Так вот здесь ситуация или как. Сейчас вышло много уже разъясняющих документов, методик и так далее. И теперь накопившиеся отпуска приравниваются к серьезному нарушению. То есть два года и более это считается нарушением. И в этом случае руководитель может нарваться на штрафы. То есть считается, что в обычном порядке руководитель не имеет права не предоставить сотруднику полагающийся опыт отпуск. И если, допустим, отпуск не предоставлен по каким-то причинам за текущий период, то сотрудник должен написать заявление с просьбой перенести отпуск на такой-то конкретный период. И обязательно указать причину. То есть почему, ну, например, там планируют поездку к родственникам, например, на Дальний Восток или собирается жениться. То есть какая-то уважительная должна быть причина, по которой он просит перенести свой отпуск на другой период. То есть не использовать за текущий год, а использовать в следующем году, например. И здесь теперь действует такое положение, что нужно использовать такой отпуск, то есть перенесенный, не позднее 12 месяцев по окончании рабочего года. То есть запрещено предоставлять больше период, и сотрудник должен израсходовать свой отпуск в течение двух лет. То есть подряд ему нельзя, нельзя ущемлять его права на отпуск более двух лет подряд. Можете, но только в один год и то по специальному заявлению. С одной стороны это вызывает улыбку, а с другой стороны это серьезное нарушение трудового законодательства. И в случае, если кто-то из ваших сотрудников, например, пожаловался в трудовую инспекцию, или трудовая инспекция с криками кормильцы уже выстроилась у вашего порога, то вашему предприятию грозит, что в этом случае трудовая инспекция начислят штрафы на организацию от 30 до 50 тысяч рублей и на руководителя от 1000 до 5000 рублей. Может на фоне штрафов, которые сейчас будут применяться за воинский учет или за прослеживаемый товар или за маркированную продукцию, эти штрафы и не такие значительные, то есть это не 300, не 400, не 500 тысяч рублей, но тем не менее 30-50 тысяч тоже достаточно серьезные деньги и, в общем-то, было бы опасно их потерять. Поэтому следите за тем, что у вас руководители ходили обязательно в отпуска, то есть документы на оформление отпуска были двоевременно оформлены. И еще один момент, а вот это уже момент неприятный, то есть в 2024 году у нас индексуал начисляется по совокупности рабочих баз. На самом деле, раньше мы начисляли, например, даже пусть у нас по совместительству работал, есть денежное довольствие, мы начислили и с него удержали. А теперь у нас должны быть предоставлены документы, которые показывают его начисление в других местах, то есть, например, если он у нас совместитель, то он с основным местом работы должен предоставить справку. И в этом случае у нас НДФЛ до 5 миллионов нарастающим итогом удерживается по ставке 13%, а свыше 5 миллионов по ставке 15%. Допустим, в том же прошлом году это у нас были положения переходного периода, то есть это еще не было законодательно удержено, скажем так, и мы в общем-то могли не требовать с человека справку. В этом году это уже закреплено на законодательном уровне и мы берем совокупную базу и в этом случае получается, что доходы по ставке 15% уже как бы то есть доходы, которые получают сотрудник уже учитываются со всех начислений и превышают 5 миллионов гораздо чаще, чем было в прошлом году. То есть мы должны просто суммировать все доходы и в этом случае уже у нас 15%, они 13% будут встречаться гораздо чаще. Еще хочу напомнить о том, что поскольку у нас будет достаточно обширная налоговая амнистия, она уже, как я говорила, анонсирована правительством, то нам надо подготовить достаточно много локальных документах. Во-первых, соответственно, учетные политики, налоговая, бухгалтерская, во-вторых, это документы по заработной плате, то есть локальные нормативные акты, положение об оплате труда, положение опримирования, то есть то, что у вас применяется на вашем предприятии, и в том числе графики отпусков. Вот здесь есть тоже один достаточно спорный момент, который у многих вызывал вопросы. То есть по положению, по мнению Минтруда, крайним сроком для утверждения графика отпусков является 17 декабря, то есть за две недели до наступления календарного года. Мы должны составить график отпусков и утвердить его. То есть во-первых должен график отпусков подписать директора, во-вторых мы должны ознакомить работников с графиком отпусков на следующий год. И если мы этого не сделали, то у нас соответственно включаются штрафные санкции и мы можем понести ответственность по административному кодексу и все будет плохо. но если у нас например встречаются сотрудники, которые устроились на работу позже, чем указанный срок, то есть например у нас человек пришел 2 февраля на работу, то есть у нас уже действует график отпусков, он уже согласован, все ритуальные телодвижения выполнены, и что нам делать в таком случае? Менять график отпусков, то есть добавлять туда человека или каким образом мы должны действовать. Значит в этом случае достаточно обширная судебная практика и она содержит заключение о том, что мы не должны включать в график отпусков сотрудников, которые приняты позже, то есть после утверждения графика. мы на самом деле должны рассчитать им срок, должны включить в график, но уже на следующий год. Мы имеем право предоставить сотруднику отпуск через 6 месяцев, но можем предоставить и можем не предоставить. Это не обязанность, а право. И соответственно право включить в график отпусков на следующий год уже присутствует, а в этом году мы не обязаны это делать. На самом деле достаточно много было мелких вот таких заполнений, которые сопровождают начисления во всех возможных разделах. То есть начнем с того, что работникам, которые по ГПХ работают, тоже положены больничные в этом году. И сейчас в этом году у нас прямые выплаты. Соответственно прямые выплаты мы оплачиваем больничные только три дня. Остальное оплачивает Единый социальный фонд России. Собственно говоря, уже достаточно обкатан этот алгоритм. они достаточно оперативно получают сведения из медицинских учреждений, запрашивают естественно сведения у работодателей. Единственный момент здесь состоит в том, что четко определены сроки, которые для этого отводятся. То есть в течение 10 дней работодатель должен ответить, в течение 30 дней социальный фонд должен свои действия произвести, но как всегда забыли про овраги, то есть работодатель выполнил свою обязанность, он ответил в положенные сроки, социальный фонд получил сведения, которые запрашивал и все и тишина, потому что в течение 30 дней, то есть не 10, не 5, 30 дней он может не беспокоиться, не производить начисления, а в 30-й день посмотреть расчет и написать, что что-то еще его не устраивает, какой-то информации у него не содержится и запускается этот алгоритм по новой, то есть работодатель в течение 10 дней отвечает на требования соцфонда и соцфонд опять 30 дней молчит, таким образом было достаточно много случаев, когда особенно в начале года, когда работники, которые работают по ГПХ, получали оплату больничных листов с достаточно большой затеской, но поскольку это уже практически скоро год будет действовать, то соответственно работодатель уже все отчисления произвел у нас в этом году стоимость страхового вноса в ФСС заработника составляла 5652 рубля 22 копейки, то есть эта сумма уже давно накопилась, давно перечислена, то есть не возникает вопросов с оплатой больничных листов, но вопрос с задержками еще до сих пор встречается, несмотря на то, что уже практически ноябрь месяц. Еще одна тонкость, которая у нас должна учитываться при работе с ГПХшниками, это то, что если у нас срок договора менее 6 месяцев, то в этом случае у нас не возникает никаких вопросов и мы просто держим в уме, что у нас максимальная продолжительность оплачиваемым больничным если ГПХ до 6 месяцев 75 дней. Ну, исключение составляет туберкулез, благо, что это сейчас достаточно редко встречающиеся заболевания, но тем не менее, если у нас идет, например, сотрудница, которая работает по ГПХ на больничной в декрет, то расчет идет точно такой же, как и при обычных больничных листах. Еще один момент, который надо учитывать, что у нас есть компенсационные выплаты, то есть лимиты вычетов, которые предоставляют сотрудникам. и в этом случае они у нас естественно не облагаются НДФЛ и лимиты, которые мы говорили, это суточные в том числе и командировочные, вот вы здесь видите на экране размер, опс, проскочила, суточных и командировочных, то есть лимиты у нас для суточных, поскольку это те затраты, которые человек не должен подтверждать, а вот командировочные это денежные средства, которые идут на оплату услуг и в этом случае это допустим может быть проживание и какой-то проезд на транспорте, то есть такие расходы человек должен подтвердить, у него должны быть либо билеты, либо квитанции, либо чеки и соответственно в этом случае его авансовый отчет должен быть утвержден руководителем в установленном порядке. А вот суточные напомню установленные лимиты у нас существуют и мы должны придерживаться. Но социальные вычеты у нас это отдельная статья и по социальным вычетам у нас были тоже изменения, то есть у нас как вы помните туда включены фитнес услуги, туда включена оплата санаторно-курортного лечения не только для своих сотрудников, но и можно оплатить членам семьи, то есть супругам, родителям, детям несовершеннолетним, но есть лимиты, которые допустим составляют в прошлый год было 120 тысяч, а в этом году эти вычеты увеличены, необлагаемая НДФЛ база составляет 150 тысяч рублей и в общем-то достаточно условия, которые сопровождают предоставление таких вычетов стали достаточно легко выполнимыми, так что достаточно много сотрудников начали этими пользоваться и соответственно работодатели применяют этот вычет. Ну вот на экране сейчас вы видите информацию по поводу надбавок за вахтовый метод, за разъездной характер работы, то есть мы говорили немного раньше про эту ситуацию и просто я вывела на экран, чтобы вы могли посмотреть, какие у нас нормативные документы регулируют эти как бы регулируют эти правила. И НДФЛ невезидентов, вот это приятная новость, потому что с 1 января, то есть это уже не новая новость, это уже достаточно хорошо знакомые требования, то есть 1 января 24 года у нас не пропала необходимость следить за нерезидентами, то есть контролировать, чтобы он 183 дня был безвыездом на территории Российской Федерации, то есть теперь для нерезидентов действует ставка так же, как и для обычных сотрудников, то есть 13% действует до доходов 5 миллионов, 15% с доходов выше 5 миллионов, и теперь в общем-то все равно наш штатный сотрудник или нерезидент мы с них удерживаем одинаково. Раньше, напомню, у нас это было по-другому, то есть ставка составляла 30% и 15% и 13% только в том случае, если он 183 дня у нас тут безвыездно находился. Так, наша уже встреча к концу подходит, какие-то вопросы здесь у нас есть. к сожалению, это технические вопросы, которые решают наши модераторы, а я думала, что тут уже вопросы, которые возникли у вас по ходу нашей встречи. Ну, информации еще достаточно много, к сожалению, я, наверное, все не успеваю. значит, я хочу остановиться еще на нормативных материалах, потому что хочется побольше заломки подстелить. Ну, это информация, которую вы видите на экране, я уже озвучила, то есть, что у нас социальные налоговые вычеты увеличены до размеров 150 тысяч рублей, и, собственно говоря, здесь основное приятное изменение, это, что вычет на обучение ребенка увеличен до 110 тысяч рублей, но, обратите внимание, это в общем на обоих родителей, то есть, не отдельно 110 тысяч на маму и 110 тысяч на папу, а общий вычет. И вот этот еще момент, когда люди не всегда знают свои права, то есть, что у нас сходят социальные вычеты, ну, обучение сотрудников самих, обучение детей, лечение, дорогостоящие лечения, это мы все знаем, физкультурно-оздоровительные услуги, это уже тоже достаточно большую популярность набрал такой вычет, негосударственное страхование, к сожалению, пробуксовывает, потому что люди очень недоверчиво относятся к этому, аспекту, на дополнительные взносы накопительной пенсии тоже отдельный вычет, и вот совсем-совсем редко используемый вычет, то есть, мы можем независимую оценку провести, одна, так, все слова спутались, куча, независимую оценку работодателя, то есть, его квалификации, и в этом случае такую оценку работодатель может не, не обязан производить, но мы можем затребовать такую оценку и компенсировать в размерах социальных выплат ее стоимость, и такую оценку работник может заявить при подаче декорации налоговый орган. То, что изменились сроки, мы с вами уже тоже достаточно сильно привыкли, а вот следующий слайд, который мне очень хочется вам показать, на самом деле достаточно резонансный, то есть, в свое время материальную выгоду достаточно вводили со скрипом, если можно так сказать, то есть, смысл этого в том, что при заключении договоров займов с физическим лицом должна насчитываться материальная выгода в случае, если проценты по такому договору ниже ставки рефинансирования. Значит, в этом случае мы считаем разницу между ставкой рефинансирования и ставкой, которая в договоре озвучена и, соответственно, эту сумму с нее начисляем подоходный налог и не только начисляем, но и перечисляем в бюджет ежемесячно. в период с 2021 по 2023 год действовал мораторий на налогообложение, то есть мы не начисляли, мы были освобождены от НДФЛ в этом случае и очень хорошо и спокойно жили. Но с 1 января этого года 2024 данный мораторий прекратил действие и мы опять должны и начислять и перечислять в бюджет НДФЛ с материальной выгоды. Считается он по 35% при этом самый неприятный момент заключается в том, что допустим если у него были старые договора, которые были заключены например в каком-нибудь дремучем 2020 году, то к сожалению и по таким займам возобновляется начисление НДФЛ от материальной выгоды, то есть по займам выданным до 2024 года и уже по-новому которые соответственно выданы вот уже в текущем периоде. То есть и старые и новые договора попадают под начисление НДФЛ с материальной выгоды и этот НДФЛ у нас считается по ставке 35% и требует ежемесячное перечисление в бюджет. На этом к сожалению наше время истекло. Вопросов больше я не вижу и мы с вами тогда вернемся к началу нашего общения, то есть на титульный лист и я хочу напомнить наши контактные данные, наши электронные почты, телефоны, телеграм-контакты и пригласить вас к сотрудничеству. Наша компания достаточно давно на рынке и имеет устоявшуюся репутацию, то есть мы будем рады оказаться вам полезными, мы выполняем абсолютно все виды работ, которые связаны с программным обеспечением 1С, то есть и продажу, и разработку, и доработку, и настройку, ну в общем все, что связано с программным обеспечением 1С и около. Так что приглашаю вас к взаимному сотрудничеству и будем благодарны за обратную связь. На этом разрешите попрощаться, желаю вам хорошего дня, всего доброго. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова